Узнавайте самую свежую информацию о жизни Пушкинского городского округа в нашем блоке «Время новостей». Прямо сейчас. Настало время для предпраздничного выпуска новостей на Пушкинском телевидении. В студии Анастасия Спирина. Я и мои коллеги расскажем о самом интересном за неделю. Режим самоизоляции продлен. До 31 мая послабление только для некоторых организаций. Из старого барака в новую квартиру. Участник чеченской компании получил сертификат на новое жилье. В Пушкино появилась Аллея Победы. Где именно, покажем. Трудники тоже хотят есть. Сергей Бабаченко оказал продуктовую помощь приюту обездоленных игумена Феофана. Выставка памяти героев. Возле молодежного центра «Точка притяжения» открылась интересная экспозиция. Милые быки-брелки. Как борется со скукой пушкинская рукодельница, расскажем. Память не отменить. Во многих населенных пунктах округа возложили цветы у мемориалов. Андрей Воробьев подписал постановление о продлении срока действия ограничений в Подмосковье до 31 мая включительно. Также вводится обязательный масочный режим. Средства защиты, маски, респираторы и перчатки будут продаваться в том числе и в автобусах, киосках и ларьках, на вокзалах и остановочных пунктах. Разрешается производить строительные и ремонтные работы. Также возобновится работа промышленных предприятий. Открываются магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада. Учебный год завершается в соответствии с графиком. Образовательная организация вправе ввести режим свободного посещения занятий, проводимых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. До 31 мая автоматически продлевается срок действия ранее выданных цифровых пропусков для работы. 7 мая в кабинете главы Пушкинского городского округа был вручен сертификат на улучшение жилищных условий ветерану чеченской компании Павлу Байкову. Трехкомнатную квартиру в новом жилом комплексе Павел и его большая семья получат совершенно безвозмездно. Как только корпус номер 3 на Ярославском шоссе будет сдан. Символично, что такой подарок воину с честью, исполнившему свой служебный долг, был вручен в преддверии праздника Победы. От всей нашей семьи хотел бы поблагодарить вас, что куда только я не писал, в течение 12 лет я куда только не обращался, на президента, ну везде. Еще безрезультатно, конечно, было. Я уже надежду потерял, что уже давно еще. Так и было в этом барыке, пока он уже не рассыпется. Условия, в которых Павел проживает сегодня с супругой, тремя детьми нельзя назвать жилищными. Дом на Пролетарской 13 в Правдинском полуразрушен. Коммуникации отсутствует. Более 10 лет он ждал получения новой квартиры. И только благодаря социально ориентированному бизнесу его мечте удалось сбыться. И я от себя, как от главы, хочу сказать большое спасибо нашему инвестору, представителям его. Вы, на самом деле, ну, не хочу недооценить вашего поступка. В условиях, в тяжелейших условиях, в которых сегодня находится и все государство наше российское, и Московской области, и Пушкинской области, ваше действие, оно вызывает только ваше. Поэтому от себя хочу выразить большое спасибо. Жилье предоставляет строительная компания «Жилой квартал-2». Как сказал глава округа, задача органа власти – поддерживать инвесторов, работающих в интересах территории и жителей округа. Своё давнее желание создать «Аллею Победы» 8 мая исполнило федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана». О том, где проходила посадка деревьев, расскажем в сюжете. 11 голубых елей украсили улицу Горького в Пушкино. Эти деревья 8 мая посадили сотрудники «Авиалесоохраны» рядом со своим учреждением в рамках экологической акции. У нас давно назревала уже идея создать некую аллею, которая будет посвящена именно «Авиалесоохране». И вот в этом году у нас удолжится все-таки сделать по согласованию с руководством Пушкинского района и города Пушкино. Вот на этом месте как раз мы сегодня сделали закладку именно «Аллеи Авиалесоохраны». «Аллею Победы» посадили в память о тех, кто сражался за Родину и погиб в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие проходило при поддержке администрации Пушкинского округа. Одну из елей посадил глава муниципалитета Михаил Перцев. Для меня это не первый раз. Приходило в жизни много сажать деревьев. Мужчина так и должен жить, родить сына, посадить дерево, построить дом. Поэтому сегодня у нас очень хорошее знаменательное событие. В канун завтрашнего великого праздника 75-летия Победы у нас руководство нашего лесоохрана вышло с инициативой посадить аллею деревьев, хвойных деревьев. Мы определили земельный участок и сегодня совместно сделали эту замечательную акцию. Этим участком стало место между торговым центром и зданием, где располагается само учреждение авиалесоохраны. Вместе с другими уже ранее посаженными там деревьями голубые ели будут радовать жителей своим видом. Евгения Коломит, Владимир Парфенов, Яков Глэйзер, Пушкинское телевидение. В преддверии Дня Победы у молодежного центра «Точка притяжения» на Акуловском шоссе открылась выставка памяти героев. Она посвящена жителям нашего округа удостоенным звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Кристина Кристинина продолжит. В экспозиции представлены фотоснимки и биографии наших земляков, награжденных высшей наградой Советского государства. На стенде 21 имя. Это именно жители теперь уже округа. Раньше в муниципальный район входили города Красноармейск и Ивантиевка. Всего было 33 героя. Четверо из них признаны полными кавалерами высшего солдатского ордена. Небольшую экскурсию для главы провели сотрудники «Точки притяжения». В открытии экспозиции принял участие глава Пушкинского городского округа Михаил Перцев. Я хочу сказать спасибо организаторам этой выставки. Оно будет работать в октябре месяце. Поэтому все жители нашего Пушкинского округа, города Пушкина, смогут сюда подойти, посмотреть на героев, которые положили свои жизни, свою судьбу, для того, чтобы мы сегодня здесь находились, видели, дышали. Ну и всех с наступающим великим нашим праздником. Изготовление баннеров взяла на себя безвозмездно компания «Грифель». На открытие выставки пригнали и мотоцикл М-72 50-го года выпуска, но стилизованный под агрегат 42-го года. На такой же модели ездили советские солдаты. Мотоцикл сейчас на ходу и является реквизитом для исторических фильмов. Он из частной коллекции жителей Вантеевки Юрия Горшкова. Весна 45-го года, как ждал тебя Синий Дунай. Народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старым лад. На старой израненной битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Анастасия Спирина, Кристина Кристинина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Пушкинское телевидение. Крупы, масло, печенье, консервы и многое другое. Продуктовый набор первой необходимости. Такие раздают многодетным, инвалидам и малоимущим от Совета депутатов и компаний Роста Агроэкспорт. 6 мая продуктовые наборы раздали и подопечным отца Феофана. Дополнительно к сухпайкам добавили около 100 килограммов молочной продукции. Знаменитые сырки, сметаны и творог. Продуктовый набор от Совета депутатов вручили руководитель фракции партии «Единая Россия» Михаил Ждан и председатель Совета депутатов Сергей Бабаченко. Также обговорили некие общие задачи, проблемы, которые сейчас существуют при храме. Это и ремонт, некий это сказать делать, и, соответственно, помочь в хозяйстве, какими-то материалами, какими-то кормами животным. В общем, на сегодняшний день в такой ситуации сложной, тяжелой. Чем можем, тем поможем. В будущем, конечно, будем сотрудничать после того, как у нас закончится карантин. Приют отца Феофана в деревне Артемова содержит, кормит и одевает около 70 человек, попавших в тяжелую жизненную ситуацию и обратившихся к церкви за поддержкой. Ограничительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции оставил храмы без прихожан и, значит, и без пожертвований, за счет которых участникам общины удавалось покупать продукты. А нам эта помощь очень важна, потому что у нас много обездоленных, на приходе живется, живет, трудится тех людей, которые не имеют ни дома, ни семьи, и здесь нашли приют. И нам, конечно, сложно их содержать, поэтому ваша поддержка, она важна и в материальном плане, ей будет чем людей поддержать и кормить, и, конечно, в моральном плане, что радостнее к любому из нас жить, когда мы чувствуем, что мы не забыты, что кто-то за нас переживает. Также хлебом регулярно помогает и компания «Каравай Свея», а продуктами – гипермаркет «Глобус». Месяц самоизоляции – отличный повод придумать что-то креативное. Пушкинская рукодельница Людмила Репина в апреле сумела придумать оригинальные подарки на следующий год и даже немало сделала их. А символы к 2021 году ручной работы смотрите в сюжете Евгений Коломейц. 28 апреля в ленте новостей мы наткнулись на интересную запись. Одна из пушкинских рукодельниц показала свои работы, сделанные в период самоизоляции. Мы не смогли не обратить внимания на этих очаровательных быков и решили узнать у Людмилы, как ей пришла такая идея. Как оказалось, об их создании она начала думать еще зимой – 2021 год быка. Поэтому Людмила стала готовиться к вязанию будущих символов года. Стала разрабатывать, думаю, как же сделать так, чтобы их можно было сделать побыстрее. И у меня появилась идея, чтобы я не очень люблю вывязывать мелкие вещи. А рога – это все-таки одна из основных вещей, правильно? И я придумала, так как я сейчас в последнее время очень увлеклась валянием, а валяние плюс вязание – это вообще получается бомба. Таким образом, рога Людмила придумала делать из шерсти для пледа. Использовала она способ мокрого валяния. Так как Людмила – человек креативный, все рога разной формы. За время самоизоляции она сделала пока 13 таких брелков. Связаны быки из акриловой пряжи. Глазки у меня здесь самодельные. Это я рисовала, то есть это берется стеклянные карбашоны и на красной бумаге нарисовала черные зрачки и приклеила на ПВА. Вот получаются такие красные блазки. У каждого быка свой характер, и все они не похожи друг на друга. Также у брелков есть братья – это большие быки, игрушки, которые Людмила тоже связала. Именно по их образу сделаны были брелки. У больших быков есть свои фишки, у некоторых даже двигается глава. Но раскрывать секреты Людмила не стала. Хочу тоже и мастер-классы записать, выложить. У меня уже в журнале, в издательстве «Формат Н» тоже спрашивали. Вот такие вот брелочки, чтобы я написала им для журнала. Ну вот, все никак себя не возьму в руки, чтобы сесть и написать. Всех быков Людмила связала за время самоизоляции. Правда, материал заказала еще в начале года. Месяц дома Людмила провела с пользой. Останавливаться она пока не планирует. Будет и дальше делать разных быков, которых можно потом подарить на Новый год близким или друзьям. Следите за новостями в инстаграме Людмилы. Евгения Коломица, Яков Глэйзер, Пушкинское телевидение. День 75-летия победы за коронавирусной инфекцией пройдет онлайн. Отменены парад, салют, концерты и возложение цветов с участием жителей. Они могут только присоединиться к памятным мероприятиям, выйдя на балкон с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны. В особенности это касается граждан, во дворах которых пройдут музыкальные выступления. Это адреса Московский проспект, дом 28 и 30 и улица 50 лет ВЛКСМ, дом 15. Несмотря на режим самоизоляции, не смогли отменить такой важный элемент дня победы, как возложение цветов. В поселках и селах округа они прошли без участия жителей. На митингах памяти присутствовали только представители МКУ, уполномоченные по территориям и депутаты. Дорогие ветераны, несмотря ни на что, это ваш день. Сегодня очень хочется много сказать, а слов все равно не хватает. Чувства переполняют до слез, а сердце сжимается до боли. От воспоминаний о миллионах погибших на полях сражений, умерших в госпиталях, в концлагерях, не выживших в осажденном Ленинграде, даже не мажения трудившихся в тылу. Выстояв 1418 дней и ночей, это вы подарили всем послевоенным поколениям ясное синее небо, яркое солнце, право жить. Сотрудники Домов культуры и творческие коллективы исполнили песни военных лет. Наша съемочная группа побывала в Софрино, Тарасовке, Лесно, Машукино. Эти материалы мы вам покажем 9 мая в эфире Пушкинского телевидения, в соцсетях и на канале в YouTube. Уникальный 8-часовой онлайн-марафон, где мы собрали праздничные материалы, посвященные Дню Победы, выступления артистов, поздравления, интервью, памятные акции и многое другое. Следите за анонсами, чтобы вовремя подключиться. На мемориальном комплексе заканчиваются последние приготовления. На стену вешают информационные таблички, где высечено 93 имени невернувшихся с войны в родной поселок Зверосовхоз. Готова к установке «Красная звезда». Территорию вокруг благоустраивают самшитыми кустами и газоном. Мы сегодня убеждены и уверены в том, что завтра, 9 мая, как и обещали, у нас будет проведено возложение венков. С соблюдением всех мер безопасности с учетом пандемии коронавируса. Мы сегодня встретились с представителями рабочей группы. Жители очень активные здесь. И они в постоянном контакте находятся и с администрацией муниципалитета, и со строителями. Сегодня будут завершены все работы по благоустройству. Уже сделан фундамент под монумент. Завершают мощение плитки. Также завершается конфликт, который длился с осени прошлого года. Властям и жителям удалось прийти к консенсусу. 9 апреля был заключен муниципальный контракт с новым подрядчиком. Все работы ведутся под контролем жителей. На протяжении всех событий, которые были связаны с памятниками, проделана колоссальнейшая работа по решению многих проблем, возникших с этой ситуацией. Все нам нравится. Стена, заливка основания. Но единственный был вопрос, возник по плитке. Точнее, не по самой плитке, а под ее основанием. Но будет назначена экспертиза, которая нам представит ее качество. И если это будет все соответствовать так, как было положено, мы вполне довольны, и вопрос на этом будет закрыт. Уже завтра сюда смогут прийти люди и возложить цветы. Жители поселка планировали устраивать настоящий митинг. Пусть даже у подножия еще не завершенного комплекса. Но эпидемия внесла свои коррективы. Возложить цветы сможет каждый желающий, но строго по одному. Или с соблюдением дистанции и при наличии защитных средств. Сама скульптура колена преклоненного солдата из бронзы появится на комплексе в не менее значимый для страны день – 22 июня. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Алексей Суходольский, Пушкинское телевидение. На этом у меня все новости. В студии работала Анастасия Спирина. С праздником Великой Победы! Берегите себя! Узнавайте самую свежую информацию о жизни города Пушкина и Пушкинского района в нашем блоке «Время новостей». Прямо сейчас!